Питомники Однажды вырастил Больше сорока тысяч рублей И причем, заметьте Это было лет десять назад И цены были совсем другие Единственное, что она оценила Сегодня это по-настоящему Априкосы, я их продавал По тысяче рублей, а спрос был Бешеный, не то что сейчас Сейчас со всей стороны меньше покупают Те же саженцы, чем Когда-то с одного Сареногорска Время такое, шашлыки Знаете, чем отучили людей Вот эта дикая, невыносимая, ненужная Абсолютно работа в саду Идиотская, посади ты дерево, оставь в покое Уже будешь плодами Но начито только за ним ухаживать А здесь я привожу пример Помните, когда с пятидесяти человек И сто пятьдесят подняли руки Значит, половину из вас это будет интересно Самый дорогой В садоводстве квадратный метр Может быть, даже в стране Не только в моем саду Значит, я посадил Всего лишь Пятьдесят Нет Пятьдесят Пятьдесят пять Это шестьдесят косточек Вот Они практически все Зашли Превратились за один год В метровый сахар Расли густо Квадратный метр Представляете, с какой густотой Они мешали друг другу А когда мешают, лезут вверх Вот Кости они были, конечно, не когда отдельно растет Это там могучий такой Видели мы эти Какие они? Могучие манджорцы Даже однолетние Вот В основании Посадите на свои пальцы Вот такие в основании А здесь, значит, потоньше Но нормально На следующий год А расширяться некуда Я сижу на один сисотках Как дурак Вот И не могу Ну, разнести Раз Это Привить, может, за столом Я вам покажу, как за столом привать Ничего не получается И я взял их Матеряясь там Мешаю друг друга Руки не вмещались Между этими сахарницами Я говорю, я все привил Они взяли Ну, их было не меньше полусотни Они взяли все почти в рост Ну, так бывает У меня же приучены были По двое с привойми У них уже как родня Это уже легче Пусть искусственная родня Но родня И вот они у меня выросли И я их продал все По тысяче рублей Вот И тогда я сказал себе Вот когда-нибудь Потом у меня из головы Это вылетело много лет И вдруг я вспомнил Вот это самый дорогой квадрат Вот То есть Не надо отчаиваться А у меня земли нет А мы еще только строиться Собираемся А я говорю Я этот пример приводил Несколько раз Но последний раз Уже очень давно Вот Потому что сейчас Вопросы такие отпали Сами по себе А так Это было так Ну, посадите на квадратный метр Даже привить можно И приводил пример Продать можно Это Полста тысяч На квадратный метр Вот Дальше Значит Вот это вот Я вам примерно Такой же показывал Да Вот Примерно такой же Для чего Здесь дальше пойдет речь О питомнике Маточнике Качущим Мне многие говорят так Ну Кстати Многих у вас Не только там Как некоторые Помню В старые времена У меня четыресотка У меня четыресотка Сейчас многие говорят У меня гектар Многие говорят Пять гектаров Находятся Редко Правда С сотней И с тысячами гектаров Такое впечатление Что все колхозное поле Выкупает А потом говорят А все это было По дешевке Или может не по дешевке Ну видимо По дешевке Потому что человек Потом Чего посадить И вот бодро говорит У меня пять гектаров Четыре я уже засадил Кедрами, соснами И березами Ну все С ума сошел Ну может быть Действительно романтик Ну а как целый гектар засадить Я говорю Садите Как питомник Неизвестно Что будет годом позже Сразу защитить Огромный участок От одного до пяти гектар Невозможно Тем более до десяти Вот Вам понадобится Трактор Начну опять загибать пальцы У человека сразу Чем дальше загибаешь Усильник Барана Там этот самый Плуг И Это Тонны солярки И у него сразу Становится грустно Вот И вот я говорю Да вы начните только Вот Вы Посадите как питомник А потом они вытеснят Ну а это пример Чтобы еще год Сэкономить В этом же питомнике Вот Вот это мой напарник Я потом О нем чуть ниже Скажу Потому что мы с ним Выкрутились Это самое Самое трудное время Ну и все такое Самое трудное время Пенсия Ну а дальше говорить Не хочется Так вот Значит Вот это вот И есть Кочущий питомник Лучше вырастает Вот так Ну когда между ними Хотя бы 30 сантиметров А между ряди Хотя бы 50 Вот Но лучше бы конечно 80 То есть где-то 30 на 80 То уже косточки садите Садите Вы уже без сада Не останетесь точно А потом видите Рядом персик растет Вот Этот уже не хрен Ой извиняюсь Лучше остается навсегда Персик можно перенести Ну и так далее Почему На одном ряду слева На другом Кочущий лучше навсегда Вот И Вот тут то вы уже Переносите на тот самый гектар Постепенно его захватывать Но Этот первый год Самый важный Вот так я вам советую Да Лучше бы сразу Раза засадить весь гектар А я говорю Надарветесь Вот И сохранить трудно И полить трудно И техники еще нет Энтузиазм есть И ничего больше нет И воровство И это И ограды еще может нет Огородите Участочек Вот Видите Вот это Раз Вот это будет А потом переносите Вот он Вот так вот И у вас Из 20-19 пойдут Нормально в рост Посмотрите какие корешки Видели Это вам не рыночный день Это все моими руками Идем дальше Вот А четверть миллиона Я вам сейчас расскажу Как мы за месяц Заработали четверть миллиона Но уже вдвоем Один бы я не потянул Это остров Это тут у меня сожгли сад Вот Вот Видите остатки деревьев И он густо-густо зарос Вот этими вот Корневыми отводками Густо-густо Вот И ко мне приезжают Это я говорю Потому что это жизненный случай Он вам может пригодиться Чисто жизненный Приезжает Тумашков Юрий Альбертович И говорит Я хочу стать садоводом Я у вас Типа волонтером Поработаю Вот Всему научусь Потом или тут возьму Или под красавиаск вернусь Вот А я-то у меня две руки Вот А отказать И неудобно Я Мне-то хватало Так на жизнь Тогда спрос был Цены маленькие Чтобы цены Ну Вот Я взял и согласился А что нам делать А нам нужно кучу денег А если я говорю Начну загибать пальцы А питомники Извините Это тоже не только доходы Это расходы И я ему говорю Юра Едем на остров Приехали И Смотрите за цифрами Пусть две минуты Три Ничего Потерпите Мы Выбирали Где росли Чуть-чуть отдельно Не вот так густо И мы сделали Шестьсот Прививок Так Вот Получилось Некоторых сдуло Я показывал Как сдувает А потом мышцы Накидываются Сразу Накидываются Там где Бузелка на боку лежит Помните Вот Это было в прошлый раз Всего лишь Вот Но У нас получилось Полноценных А полноценные А где лопнули почки Все Только зазеленили Дальше Вот Это правда Семинарист Ну Не делал я фотографии лишние Вот Вот по такому принципу Только в ведрах Значит Юрий Альбертович Выкапывал И каждый день Ездил на остров А у меня уже Там Ждала очередь Не меня Саженцев было на весну мало Вот этих вот Это мы уже вырастили к осени Вот А саженцев было мало А кушать хочется Внимание И мы продали Это Я делюсь опытом Это не просто так Вот таким образом Только С комом земли Мощный ком Вот Эти просто свежепривиты А те уже Залевшие почками Прямо с накрытыми бутылками Вот Он привозил Это уже в следующей фотографии Ко мне В сад Знаете сколько я продал 500 штук По 500 рублей И таким образом Вот Нам хватило Прожить до осени Вот я и написал Отсчитывайте миллион Рассказ Вот 500 штук По 500 рублей Это при том Что вот эти стоили Уже по 1000 А это как полуфабрикат Значит Вернули Несколько Или позвонили Сказали Погибли В общей сложности Пришлось вернуть Нет вернуть Нет Деньги ни один не потребовал Все попросили Заменить Уже осенью На осенью сажаться Заменил Не разорился Но до осени Дожили Не знаю Отключил кто-нибудь Из этого рассказа Копьютер Или нет Вот это Самое лучшее Самое лучшее Лето За всю мою историю Каж Я прям Как будто Кто-то Включал часы Значит Сажаться Мы этим До осени Далеко Где-то месяца 4 У Дали Садной Рост Это в данном случае Где-то метр сорок Тут некоторые Почти двое роста То есть Два с половиной Точно Вот этих Кажет Третий Четвертый день Дождь Как по заказу Лето теплое Без дикой жары И без холодов Как бывает Знаете Что такое холода Растет Привитый Саживается Нормально Раз В середине лета Полностью Прокращается Рост Он подумал Осень Возвращается Тепло Растет дальше Сибирь Сибирь То арктический Жараз Казахстана Еще это Через каждые Несколько дней Вот они Такие Получаются Вот А это я Повторно снимал Знаете Для чего Такой же Уже раз Показал Дело в том Что Пропускаю Сильно Много лирики Вот это Раньше Мы продавали Еще с Тумашковым Персик Что там Написано Аманьский Тысяча рублей Вот это было Ну качество зато Разрезается Ведро И Получается Это самое Ком мощнейший Телевидение Снимало не раз И иногда Сейчас Их ролики Они так висят На телевидении Были Были у Железова Вот Вот это вот Прививка Почкой Остерегайтесь Еще почему И Знаете Чем меня поразило Это нам Крым прислал Вот Естественно Он еще не посажен А он уже Мертвый Не только За то Что корней Практически нет Это все Ясно Дрянь Дурь Вот Дело в том Что они Следуют Этому принципу Значит Тут корней мало И когда Они Делают Прививку Вот Они Садят специально Или может быть Землю нагребают Или пересаживают Поглубже Садят Вот это вот А он же Тут же Не может Корневой шейки быть Это же палка Вот это А вот это Уже прививка Вот Я смотрю Ну что это такое Он же должен был Ребята Ну вы что Ошиблись Он должен был Прийти чистенький А сгнить у меня Через год-два А я бы успел Ветку срезать Перенести А там Роскошнейший Этот написан Как он называется Название Роскошнейшее Там Есть такие названия Что я до сих пор Запомнить не могу А плоды Посмотришь По интернету По 500 грамм Красоты Необыкновенной Вот такие Выписали Ну что же это Ну дали бы им Год-два пожить Нет Представили Уже гнилой Это я к тому Что не покупайте С вами На эти все эти Удочки Спасибо за субтитры Алексею